Виктория Макферсон И начинаем 20-ю часть прохождения игры Steel Life Я по обыкновению очень рад всех вас приветствовать Давайте начнем с того, что познакомимся с тем, что Виктория написала в своем дневнике В главе 7 Запись довольно большая, давайте познакомимся И смерть разлучит нас Выставка Марка Аккермана Господи, вспоминаю эти картины и просто не могу поверить Знал ли дедушка, что Аккерман написал его? Очень надеюсь, что если знал, увидеть картину ему никогда не пришлось Да Сложно представить, каким черствым и ужасным было сердце психопата Аккермана Аккерман больной ублюдок Неудивительно, что картины у него такие живые Я не могу слышать, как Ричард говорит об Аккермане Так как будто тот был непонятным трагическим героем Убийца в моем деле должен знать об Аккермане Он несомненно восхищается этим подонком Дедушка, я поймаю его для тебя Я обещаю Экскурсия у Ричарда получилась замечательная Но мне срочно нужна новая информация Если убийца копирует Марка Аккермана, следуя его картинам Мне нужно копать глубже Может, найду что-нибудь в компьютерах в конторе? Виктория решает поискать информацию в электронных источниках Давайте поговорим с Мией Смотрите, диалог состоится прямо у той жуткой картины На которой изображен дедушка Виктории Действительно, представьте, какие в ней сейчас противоборствующие чувства Когда ее возлюбленный говорит о этих картинах с некоторым восхищением Это тяжело для Виктории, я уверен Ну, давайте расспросим Мию Возможно, Виктория скажет ей быть более осторожной Ведь мы помним, что на фотографии, найденной нами на тележертвы Было написано, что Мия следующая Скажи, это твоя фотография? Да, моя Когда и где был сделан этот кадр? Я не помню, чтобы кто-то снимал меня на этой вечеринке Это был рейв на каком-то заброшенном складе, я не помню С месяц назад Кто был с тобой? Я... я была с... Прости, Мия, с тобой была Стефани? Да Как ты познакомилась со Стефани? На работе Значит, ты, Синтия и Стефани, вы все работали в клубе? Да А кто четвертая девушка? Я не знаю, как ее зовут по-настоящему Ее называли Королевой Тайн Было такое правило, никогда не давать своего настоящего имени Ни клиентам, ни сотрудникам Только я, Стефа и Синтия его не соблюдали Мы часто тусовались вместе Мы очень подружились Но она это правило уважала И никогда с нами не общалась Ты была девой соблазна? Да Стеф была бронессой крови, а Синтия госпожой боли Что происходило в этом клубе? Ну Королева Тайн принимала гостей в комнате со статуями Клиенты переодевались Да, отсюда мы узнаем, что у каждой из девушек был определенный титул в этом темном клубе Переодевались? Да Они надевали викторианские плащи и цилиндры И они были в масках В масках? Да По правилам мы не должны были знать, кто они такие на самом деле Эти мужчины явно были богатые и влиятельны Все было для того, чтобы лишить нас, девушек, шанса шантажировать клиентов К тому же, так они могли получить новый опыт, играя разные роли Они были уверены, что мы их не знаем И так им было легче расслабиться Деньги они платили просто безумные Спасибо, Мия Я хочу, чтобы ты пока оставалась с Ричардом У меня могут появиться новые вопросы С тобой все в порядке? Нет проблем Всегда очень расстраивало, когда богатые и влиятельные люди Не имея какой-то потребности В том, что может быть нужно простым людям Начинают в себе открывать какие-то извращенные желания, прихоти И, к сожалению, вместо того, чтобы использовать богатство на благо На какое-то хорошее дело Они прибегают вот к таким вот мерзким делам И мы узнали, что в этом клубе также влиятельные люди Давали расцветать своим гнилым наклонностям И в масках сотворяли с девушками извращение Я позвоню тебе Нам еще надо поговорить Хорошо Я позвоню... Хорошо Ну что же Все еще Серьезно беспокоясь о безопасности Мии Виктория направилась из выставочного зала В контору Ричард сидел на месте И выглядел весьма спокойным Казалось, он был восхищен тем, что рассказал нам о этой выставке И был весьма доволен своими познаниями о Марке Акермане У тебя есть еще какая-нибудь информация о Марке Акермане? Все, что у меня есть, это книга, которую выпустил факультет изящных искусств Могу я взглянуть? Конечно, милая, она лежит на стенде в центре экспозиции Откуда такое вдруг интерес? Это имеет отношение к моему делу Да? Как это? Убийца оставил на месте двух преступлений послание Надписи на стене, потревоженное убежище и прощенная грешница До сих пор я не знала, что они значат Ты хочешь сказать, что убийца знает о Марке Акермане? Да Маловероятно Аккерман совсем неизвестен Здесь он впервые будет представлен публике Поэтому тебе придется дать мне полный список тех, кто продал вам картины И список людей с факультета изящных искусств, причастных к этому проекту Можешь это сделать? Да, конечно Но на это потребуется время Спасибо Увидимся позже Ладно Я тогда займусь списком Мне нравится актер, который был подобран на роль дублера Ричарда Спасибо большое Ричард Вот в противовес дублерше, которая озвучивает главную героиню Слышал мнение, что многим она не очень по душе Но я спокойно к этому отношусь Вполне нормально Если бы Таких мнений не слышал, то возможно даже об этом бы не задумывался Так И мы попадаем на новый экран Очень красивый фонтан здесь есть В центре всей вот этой вот выставочной экспозиции Назовем это так И здесь есть еще книга В которой Ричард посоветовал нам Поискать нужные нам детали В нашем деле Так Мы видим, что появилось что-то в файлах При этом Никакого комментария Виктория не оставляет Наверное, это все Текст здесь разобрать нельзя Поэтому перейдем к файлам И посмотрим Альбом работ Марка Аккермана Йемен Дамы под Вуалью Улицы Праги Ученик Пустая оболочка Контрабандисты Главарь банды Безумный Прогулка Душевный покой Доктор Хайт Покинутая И смерть разлучит нас Очищение духа Мост над бурными водами Беатрис Потревожное убежище Постарайтесь запомнить Постарайтесь запомнить Название к этим картинам Все они даны здесь не случайно И вообще Все эти картины нарисованы Не случайно Особенно когда их рисуют Такие личности Как Аккерман Мне нравится Что вот это вот Положили В основной концепт Игры Скиллайф Это сделало этот квест Интересным Чикаго Чикаго по прежнему спал В легких снежинках Опускающихся на Его поверхность Друзья нам нужно еще Перед тем как мы Отправимся в контору Заехать вот сюда И я вам покажу Что сейчас В красный фонарь Уже пройти нельзя Если мы Пытаемся Простите войти Вика говорит Дверь заперта Дверь заперта Вот Следовательно Эта локация Сейчас для нас Закрыта Может быть Кто-то из вас Этого не знал Теперь Здесь На Виртуозе Логейм Верлд Увидев Вы знаете Хотите знать больше Не пропускайте Ни одного Выходящего видео Так Ну что же Можем Ехать в контору Как Виктория И хотела Здесь Если быть внимательными Мы сразу видим Что Огнетушитель Который раньше Можно было Только осмотреть Теперь можно взять Значит В скором будущем Он нам пригодится Не знаю для чего Однако Мы думаю С вами разберемся В этом Так Порошковый огнетушитель От них страшный дым Вот так он выглядит Как всегда Я вам оставляю Множество текста Для перевода Который вы разместите В комментариях Под видео Порошковый огнетушитель Теперь у нас Нет ли новой записи В дневнике Пока нет И Мы сразу попадаем На нужный нам этаж Клэр вернулась Клэр Что вы здесь делаете Почему мне кажется Что я тебя застукала За чем-то нехорошим Я пришла взять Бланки протоколов Я там внизу Вся в делах А ты тут На тебе Клэр Какой у вас уровень доступа Второй О нет Только не говори Что ты под моим именем Пыталась найти Какие-то файлы Да нет Я их нашла Только доступ получить не могу Четвертый уровень доступа Как я хочу их почитать Мы тоже Не хочешь ли ты сказать Что нашла зацепку Ну да Возможно нашла Но я сейчас не буду все рассказывать Меня учили не рассказывать детали Пока на руках не будет всех фактов Да ну И какой идиот тебя этому учил Вы В квантика Помните Да Помню Мне правда Очень нужно добраться До этих файлов Уровень доступа 4 значит Я знаю одного человека С таким уровнем Это тот Так Этого разговора не было И я никогда тебе не советовала Покопаться в его компьютере Вместо того Чтобы создавать Проблемы мне Виктория Ох Если вы называете меня Викторией Значит дело серьезное Я знаю что ты любишь срезать углы Но зачем делать такое Что может вполне реально Стоить тебе работы Потому что я чувствую себя ответственной За смерть Стефани А это еще почему Когда я загнала убийцу на крышу Я могла его снять Но не сняла Почему Рука не поднялась Я знаю это бывает Даже с лучшими из лучших Извините Но вы меня утешаете Как будто я мужик У которого не встала Виктория Я серьезно Не встало Это интересно Почему в среднем роде Что то там не встало Но Виктория проявляет свою Вот это вот Такую Дерзкую задорность Которая свойственна ее характеру Я говорил об этом Что такой у нее Темперамент Еще В начальных частях Давайте продолжать Рука не поднялась В каком-то смысле Я висела Вцепившись руками В крышу Виктория Я ушам своим не верю Это никуда не годится И ты сама это знаешь Что стало бы с делом Сорви ты с крышей И разбейся насмерть Спасибо что объяснили Кстати Этого разговора не было Лучше бы этого разговора И правды не было Ладно не волнуйся Удачи тебе деточка Когда у тебя будут Все нужные факты Не забудь про меня Поделись Конечно поделюсь Спасибо что вы есть Клэр как будто Стала Викторией Второй матерью Также будучи Заинтересованной В распутывании Этого дела Клэр Дает Совет Который хоть и нарушает Некий Должностной Структурно Организационный Порядок В конторе Проникнуть В кабинет Браунинга И посмотреть там Ну Сейчас Посмотрим Нет ли новой записи Пока нет Можно поговорить С уборщиком Который здесь Спокойно Неспешно Так И еще раз Оттирает Полик Но давайте Сначала сюда Попробуем Кабинет Начальника Разумеется Заперт Разумеется И сейчас Конечно же Перед тем как Пойти туда Надо съездить Клэр За дополнительной Информацией Так скажем Так Объем Жидкости Пополним Заперто Клэр Наверное До сих пор На месте Преступления А вот это Настоящий Ляп Который Мы нашли Здесь с вами Друзья Придя сюда Мы знаем Что Клэр Не на месте Преступления Или же Остается Только одно Разумное Объяснение Клэр Оставила Место Преступления Приехала Сюда Поговорила С Викторией И обратно Уехала На место Преступления Конечно же Это нелогично И нерационально Однако Вот Мы встретили Такую мелкую Недоработку Разработчиков Вообще Под конец Игры Это прослеживается Все больше Что К сожалению Возможно Игру хотели Выпустить Быстрее Разработчики Позабивали На детали Которых вначале Было гораздо больше Которым они Уделяли внимание Например Диалоги Например Предметы Количество предметов Которые можно Посмотреть Особенно Количество Записей В дневнике Вот посмотрите Глава 1 Сколько записей Да было За одну первую главу Практически После каждого События Диалога И глава 7 У нас пока Только одна запись Глава 6 Раз Два Три Четыре Но тоже Немного Вот Это немного Напрягает Я не люблю Когда так К сожалению Это здесь так Но да ладно Теперь Зная Об этом Ляпе Мы можем Идти Сюда И разговаривать С Уборщиком Территории Этого этажа Можно я возьму Эти ключи На минутку Не Только через Мой труп Синьорита Весьма Своеобразный Наверное Итальянец Можно я возьму Эти ключи На минутку Только через Мой труп Синьорита Ну что же Он говорит нам Чао Бамбина Так Попробуем так взять Чтобы послушать Мне нужны Эти ключи Реплику Надо придумать Как его отвлечь Не Да Нам они Всем нужны Уборщик Какая основная Задача уборщика Убирать Так давайте Обеспечим ему Работу Чтобы ему Было чем заняться Спустим Немножечко Кофейку Быстрее Новое Завезут Засыпят Это уже Застоялось Так Не получится Теперь Вот эту Вот салфетницу Можно тоже Не взять А взять Из нее салфетку Салфетница Мне незачем Делать это снова Мне незачем Делать это снова Остается на месте И мы получаем Салфетки Простые Бумажные Салфетки Обычно Я такими Вытираю Свой смартфон Когда вытираю Влажной Салфеткой А потом сухой Надеюсь Она мягкая Хорошая Плотная Она еще С узорчиком В общем Салфетка хорошая Как и все Что в странах Первого мира Штатах Лучше чем у нас Так Значит Нужно Что нужно Я без кофе Не работаю Ну разумеется Когда речь заходит Об этом кофе Я делаю исключение Это мы уже слышали Но Еще раз Теперь эту салфетку Друзья Используем сюда Мне незачем Делать это Мне это не нужно И наливаем кофе Поверх нее Разумеется Кофе Проливается Здесь Такое впечатление Что она вылила Не чашку кофе А чайник целый Ну и помойка Ну и помойка Ну и пусть помоет Подойти к уборщику Сказать Ну и помойка Пойди Он пойдет И помоет Все эти помои При этом Конечно же Обязательно Забудет Забрать с собой Ключи Извините Но я там Насвинячила Возле кофеварки Мадре диос Эта машина Такая тупая Мне кажется Они немножко Переусердствовали С эмоциями Но такой Крик блаженного Издает Уборщик И уходит Ключи мы не берем Пока Идем И смотрим Как у него Там все получается Справляется ли он С задачей Может ему еще Кофейку подлить Нет он занят Нет Так Браунинга И Миллера Нет Миллер Вообще Исчез Как то в неизвестном Направлении Но браунинг Тоже Так Ну Возьмем Тогда Ключи И еще Есть здесь Отвертка Все Давайте осматривать Ключи уборщика Так Очень похоже На ключи От квартиры Мии Возможно Даже Одной фирмы Замки И соответственно Ключи к ним Ключи уборщика Ими можно открыть Практически Все двери В конторе Уборщику доверяют Отвертка Это отвертка Отвертка Это отвертка Друзья Это вам не И что-то такое Непонятно Крестовая она Либо нет Похоже нет Это отвертка Хорошо Кабинет начальника Разумеется Заперт И сейчас В эту ночь Виктория идет на то На что Никогда бы не пошла раньше Но К сожалению Система В которой она работает Не шла навстречу Виктории Не хотела ей помогать В этом расследовании И Виктория Вошла в кабинет Начальника Без Ведомо Последнего Так Виктория волновалась Нам нельзя Находиться здесь Сладочно долго И хорошо бы Если нас не заметил Уборщик Здесь можно что-то взять Это что Электрошокер Шокер Эта штука Дает мощный Электрический разряд Виктория Прихватила с собой Шокер Сейчас Когда События Разворачиваются Так стремительно Жертва за жертвой Да еще и Такая конфронтация С начальством Эта штука Может ей помочь Здесь сейф Помните Как я делал Подшивочку с ним Чтоб все вам показать Все для вас Друзья Сканер отпечатков пальцев Мне нужно найти Отпечаток Тода Сканер отпечатков пальцев Мне нужно Заперто Заперто Итак Нам нужны Отпечатки Тода И возможно Мы найдем На столе Какой-то Предмет С которых Мы сможем Их Снять Та самая Чашка Из которой Мы Поили Нашего шефа Кофе Скорее всего Отпечатки На ней Еще Свежее Черт Тут нужен Пароль Придется Идти вниз Прямо в архив Виктория Хорошо Смотрится На месте Этого Шефа И у нас Появляется Новая запись Черт Тут нужен Пароль Сейчас Мы посмотрим Что Он там Написал Секреты Браунинга Между нами Когда я Познакомилась С Браунингом И начала На него Работать Я и подумать Не могла Что однажды Я взломаю Его компьютер Разумеется То что он В один прекрасный день Начнет препятствовать Следствию Чтобы скрыть Свои маленькие секреты Мне тоже В голову Не приходило Компьютер Клэр Мне ничем Не помог Компьютер Тода тоже Единственное место Где я смогу найти То что ищу Архив внизу Но доступ туда Строго ограничен Лицами Категории А Может у Браунинга Где-то есть Ключ Ключ Должен быть В сейфе Это логично Нам нужно Снять отпечатки Благо Этим Мы уже Занимались И знаем Как это сделать быстро Так Только сперва Посмотрим Кружка Кофейная кружка Кофейная кружка То да Она пуста Мы ее уже видели Но Мало ли Так Серый порошок Помогает находить Скрытые отпечатки Будем Находить Скрытые отпечатки Ака кисточка Давайте послушаем Ака кисточка Не поможет Реплика Если мы кнем На чашку Без порошка Теперь С порошком И кисточка Поможет Ака кисточки А теперь Мне больше не нужно Ака кисточок Так Все Она даже Не сделала Другой диалог Товтор Товтор Чашечку Поставь Виктория Поставь Чашечку Можно Поставить Вот так Нет Да Отпечатки На ней Есть Не получится Не получится Нам нужно Взять листочек, как мы и делали. И выбрать самый хороший отпечаток. Я, естественно, сначала пробую на нехороший. А теперь отличный отпечаток. И он у нас в кармане. Так, забираем чашку назад. Отпечатки ТОДА. Отпечатки ТОДА на пленке. Вот. Вот все, что нужно. У меня, кстати, смартфон по отпечатку пальца вот эта кнопка воспринимает, включается. Я теперь думаю, что таким образом тоже могут взять, снять отпечатки, допустим, с вот этой вот чашки. И проникнуть туда. А там теория заговоров. И ее прочитают. Это страшно. Надо думать о дополнительных средствах защиты. Друзья, мы приходим сюда к сейфу. У нас есть отпечатки. Пробуем сначала применить сюда что-то ненужное. Можно вообще, нет? Забудь, не получится. Теперь пробуем то, что нам нужно. И... вуаля! Сейф. Похоже, открыт, но почему-то одна лампочка все равно светится красной. Но сейф открывается. Тут есть даже подсветочка такая. Хороший сейфик. Интересно, что на этих кассетах. Надеюсь, что-то пристойное. Мы получаем ключ от архива. Он действительно был в сейфе у Тода. И теперь еще одна реплика, которую, конечно же, я вам покажу. Мне незачем делать это снова. Да. Мне незачем делать это снова. Если мы снова пытаемся открыть сейф, Витория говорит, что в этом нет никакой совершенно необходимости. Ну, актриса старалась, озвучивала. Я же не мог вам не показать эту реплику. Спецключ. Спецключ для панели в лифте. Вот такой вот ключик. Уборщик до сих пор был занят уборкой. Нет, он занят. Видимо, кофе хорошо въелось вот в эти вот жилобыми шплитами. И теперь мы попадем в область ранее нам еще не посещенную. Это архив в полицейском участке. Вот здесь вот, видите, есть еще... Мне нужен ключ, чтобы открыть дверь в архив. Специальные отверстия для ключа. Давайте попробуем применить туда отвертку. Мне нужен ключ. Да. Значит, спецключ находит свое применение здесь. И мы едем на третий подземный этаж в архив полицейского участка в Чикаго. Он выполнен очень классно. И в то время, в 2005 году, скорее всего, многим напоминал архив будущего. Вот. Надо посмотреть. Надо посмотреть еще, что тут есть. Новенького. Пока ничего. Две двери. Давайте начнем с этой. Дверь заперта. Она ведет в охраняемый коридор перед архивом. Панель, которая открывает эту дверь, должна быть на той стороне. Дверь заперта. Дверь ведет в комнату саперов. Она заперта на электронный замок. Вдруг она откроется, если дать в схему хороший электрический заряд. Тут прямая подсказка есть. Дверь ведет. Так. И, чтобы дать сюда заряд, нам нужно открутить болтики, наверное. Нужно добраться до проводов. Тут накладными ногтями или монеткой не обойдешься. Виктория раскрывает страшную тайну, что у нее накладные ногти. у вас накладные. Нужно добраться так. Используем отвертку. Сначала используем то, что не нужно. Никакой новой реплики. А теперь отверточку. Нужно что-то, что даст скачок напряжения. Тогда дверь откроется. Забудь, не полы. Шокер в действии. Сработало. Отлично. Путь открыт. Можно зайти сюда. Мы попадаем в очень интересную комнату. Я бросила два месяца назад. А эти надписи меня до сих пор бесят. Я бросила Ну, два месяца назад это небольшой срок. Могут быть срывы Виктория. Так что одно из самых распространенных заблуждений, что у меня все под контролем и я могу бросить в любой момент. Может сыграть снизлую шутку, но то, что бросила молодец. Новенькие М16 здесь стоят. Автоматическая винтовка М16 А1 с досылателем затвора и цилиндрическим пламя-гасителем. Магазин на 20 патронов. Спецназу достается все самое вкусненькое. Автомат... Сейчас, когда противником Виктории является не только убийца, но и система полицейская, может быть, ей эта винтовка через плечо и понадобилась бы. Так. Тут тоже какая-то сетка. Вентиляция, наверное. Ногтями мне это не открутить. Они у меня накладные. Ногтя... Виктория второй раз говорит зачем-то о том, что у нее накладные ногти. Ладно, понятно, что это нужно отключить отверткой. Давайте, друзья, осмотрим вот тут все, что есть. Может, еще что-то найдем. Очень классный пульт управления для того времени, для 2005 года, действительно, такой архив будущего, можно сказать. Ух ты. Дроид. Мы сможем им управлять? Это дверь в архив. Это главный пульт. Если я до него доберусь, можно будет отключить лазеры. Наверняка это и есть пульт от этой двери. Я могла бы проникнуть туда через эту вентиляционную шахту. Только мне не протиснуться. Это дверь в архив. Это главный пульт. Хорошо. Это понятно. если мы начнем управление. Да, понятно, что нужно открыть вентиляционную шахту. А вот здесь я взял какой-то документ. Скорее всего руководство по эксплуатации. Давайте смотреть. Так. Система дистанционного обезвреживания взрывных устройств. Наверное, это оно. Система дистанционного обезвреживания взрывных устройств Lombrotec СДОВУ. Аббревиатура. Это признанная во всем мире модель управляемого робота повышенной адаптивности. СДОВУ был разработан для выполнения задач по дистанционному обезвреживанию взрывных устройств, что в обычных условиях чрезвычайно опасно для жизни. Дистанционно управляемый при помощи лучшей в отрасли компьютеризированной системы робот СДОВУ-2 способен благодаря наличию четырех суставных ног перемещаться по пересеченной местности в каждой ноге, размещены электромагниты, позволяющие СДОВУ-2 взбираться по вертикальным металлическим стенам и даже потолкам, что еще больше расширяет его возможности. Можно его осмотреть здесь. Ну да чего, милые зверюшки. С их помощью обезвреживают бомбы. Ну да чего... Действительно, милые. Теперь можем открутить решетку. Здесь это не... есть. Проход открыт. Проход открыт. Это значит, что мы садимся за пульт управления и начинаем двигаться нашим СДОВУ-2. Так. Он управляется вот этой крестовиной. И тут же... Нужно придумать, как сделать лучи лазера видимыми, иначе мне робота не провести. Да. Тут же попадаем под лазер, друзья. Нам сейчас нужно будет сделать лучи лазера видимыми. в этом нам и поможет, скорее всего, наш огнетушитель. Но чтобы попасть туда, сначала нужно открыть дверь, чтобы Виктория могла туда пройти. И наш маленький четвероногий механизированный приятель поможет нам в этом безусловно. Давайте походим здесь. Работают вытяжки. Архив почти совершенен. это не наши пыльные полки с бабушками, которые по полчаса будут искать в полу распавшихся картонках и бумажках какие-то документы. с доу-2 так открывает нам путь и мы внутри. Вот отсюда мы проникли и выжгли вот эту вот систему защиты. здесь можно что-то применить. Попробуем зайти. Я не стану ломиться через лазерную защиту. Это верно, Виктория, не стоит так рисковать. Тогда огнетушитель. лазерный лазеры теперь больше не являются невидимыми для нашего глаза. Я не стану ломиться через лазерную защиту. Но у нас есть с доу-2 и видимо он там не один. Эта штучка целый инкубатор просто по генерации с доу-2. Я не знаю сколько их там. Может из вас кто-то знает. Но двинемся через лазеры и далее друзья. Далее в архив уже в следующей части прохождения. Было очень приятно провести с вами еще одну часть прохождения. Надеюсь что вам тоже. Все прощаюсь и скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...